Всем привет, бродяги! С вами я, сталкер-баннерщик, и это аномальная зона сталкера онлайна. Вот я с вами таким макаром поздоровался. Итак, я нахожусь на базе ученых, это лагерь ученых и гиды, и я планирую сбегать и к хмырю к нашему местному бандосу, который сидит на ЛВЗ. И я ему должен отнести изоленту, зажигалку, паяльник, ну и скальпель я уже давно себе надыбал. Я ему товар, у меня деньги, это в принципе нормально, в аномальной зоне. Так, ну что же, давайте пробежимся, у меня кончается еда, я вот буквально там еще пару делений у меня показывает. Вот, и все, и я, можно сказать, умру, умру от голода и жажды. Я буквально вот 5-10 минут назад развел 8 костров, положил туда полностью мясо на все эти 8 костров, и что-то забыл про это дело, и немножко, можно сказать, ушел отдохнуть. Прихожу, вспоминаю, блин, костры, они уже все погасли и уже все пропали. Поэтому вот я остался без мяса, и мне нужно что-то перекусить. А вот мое мясо! Вот моя еда! Колбаса, конечно, у меня есть сыр, копченая штакета, но это вкусно. Это немножко прибавляет здоровья, но сильно не наешься этим делом, поэтому все-таки мясо жареное нужно. Поэтому вот два кабанчика, я думаю, мою жажду в мясе утолят. Так, ну давайте-ка костер тут разожгем, тем более у меня костер тут есть на перепуте двух дорог, одной обычной дороги и одной железки. Так, ну давайте кинем. Шесть кусков мяса, я думаю, мне за глаза хватит. А пока тут будет жариться мясо, мы можем поохотиться на кабанчиков. Сырое мясо я до сих пор собираю, так же его меняю. Или сам жарю. Ох, ёй, забыл зарядиться. Извини, кабанчик, сейчас мы все это исправим. Сдохни, тварь. Да, мутанты зоны, это, конечно, жесткая тема, их нужно убивать, потому что им в зоне не место, здесь должны править сталкеры. Так, ну что, никого нету? Печально. Ну ладно, ждем, когда пожарится мясо. В общем, изолинца, зажигалку, паяльник я несу, хмырю. Плачу, получу от него небольшой опыт, получу небольшие денюжки. Но, если честно, у меня денег осталось 2590. Все потратил, но я сейчас прохожу квесты-загадки. Давайте откроем. Какие-то квесты я уже понемножку выполнял. То есть, ну, некоторые квесты вот остались такие дорогие. Допустим, электродетали 30 штук. Они, если честно, очень дорогие. Стимуляторы. Ну, стимуляторы я понемножку крафчу. Там, вооружение масла, там, масленки, это копейки стоят. Энергетики я их крафчу. Вот 30 ствола для КМС. Они нехило стоят, около 300 тысяч или около 200 каждый ствол. То есть, соответственно, понимаете, деньги нужны для прохождения этого квеста нереальны. Все не найдешь, поэтому приходится зарабатывать и все деньги свободные тратить. Именно вот на всякие стволы там, ну и на все остальное для квеста. Но зато интересно, интересно. Я уже сколько загадок прошел. Давайте посмотрим. Откроем этот общий квест. Вот он, собиратель загадок. Так. Смотрите. Загадка 1, 2, 3 нету. Это одна загадка. То есть, я ее уже прошел. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опа, 12 нету. Есть уже загадка. 13, 14, 15, 16, 17 и 18 нет. Видите? Это уже еще две загадки. 19, 20. В общем, 4 загадки я уже выполнил. Принес персонажам то, что им нужно было. Понемножку так пройду. Так, ладно. Все, мясо пожарили. 6 кусков, я думаю, мне будет достаточно. Погнали. Я хочу побегать сейчас по окрестностям. Не любить. Нет, конечно, не любить. Все-таки это Везувий. Это вулкан. Окрестности вулкана, можно так сказать. В общем, локация Везувий. Именно по Рябинушке хочу побегать. Рядом с вулканом там очень хорошие поля на Малей. Там можно неплохо найти артефактов. Я пока сюда бежал, резинку нашел. Антиграф Альфа нашел в Аномалии. Ух, давно я такого не находил. Ну, это был всего лишь Альф Антиграф. Но все же. На той же самой Рябинушке у нашего. В общем, хочу побродить вот именно вокруг вулкана и на Рябинушке посмотреть. Может быть, что-то путевое добуду. Единственный минус. Мне вот там база спартанцев, база спарты на мосту стреляет меня. Приходится обходить. А так, в принципе, неплохо. А, кстати, хочу привет передать сталкерам из группировки спарта. Мне лично к ним никаких... Никакого негатива нет. Ну, нормальные парни, нормальная группировка. Ну, так получилось, что у нас с ними вар. Я стоял, когда было темно, тусовал на вышке. И как раз стоял около выхода из домика. И двое спартанцев прибежали, так рядом со мной встали. Ну, и мы сфотографировались так на память. Я, кстати, не успел сфотографироваться. Они быстро так постояли рядышком со мной и убежали. Я не успел нажать фотку, чтобы запечатлеть. Ну, в общем, если те сталкеры видят этот видос, в общем, привет вам и удачи в зоне. Хоть мы с вами и воюем. Ладно, бежим дальше. У меня вон действует как раз препарат. Вов. Вов препарат. Я, когда к ученому забегаю, постоянно его беру. Ну, а что? На халяву, как говорится, и уксус сладкий. О, впереди трое карбанчиков. Ну, что же, свежее мясо. Иди сюда. Иди, иди к... О, тебя кто-то там сагрил, что ли? А-а-а. Ну, ладно. Может быть, тебе тоже мясо нужно? Ладно, один от нас кабан все-таки убежал. Ну, да ладно. О, за мной еще сталкер убежал какой-то. Кракен-з. Кракен-з. И хироман. А, знакомый ник. Что-то знакомое где-то, наверное, встречалось. Ну, в общем, и вам, сталкеры, удачи в зоне, чтобы поменьше вас лутантов ело и поменьше БК-шников. Так, ладно, бегу я, в общем, к ЛВЗ. Погода хорошая. Сейчас, конечно, выброс пепла не так ярко, как бывает иногда на локации Весуви. Ну, вот я какое-то время тусовал на кладбище, где водятся ведуны. Там пару сталкеров стояло. Пообщались с ними. Блин, так приятно было так. Да, постоять кто-то стреляет в ведуно, кто-то просто это общается. Ну, кто-то пережидал просто, когда кончится ночь. Ну, пару ведунчиков я убил. Даже не пару, пять, пять, да, потому что, помню, ни одного антиграва не выпало, но пять медальонов у меня в итоге было. Постояли, пообщались с ними, там, потерли, о делах поговорили. Блин, нормально так. Вот интересно, когда вот именно на такой ситуации попадают сталкеры, которые уже с опытом не такие, которые, блин, вот, всякую фигню несут или друг друга стреляют. А так просто стоим и стреляем немного ведунов тогда, общаемся между делом. Нормалек прям. В общем, провели время, как раз ждал, когда рассветет. Рассвело, конечно, да, неплохо, но выброс пепла, как вы видите, вроде светло в то же время и немножко пасмурно. Ну, да ладно. Итак, я уже около Радика, давайте к нему подойдем. О, 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 выброс пепла кончается, нет? А, не, не, не. Это просто около костра такая атмосфера становится более, можно сказать, ламповая, да, ламповая такая приятная. К глазу. Так, Радик, это хорошая новость, Надя, новость, что ты еще жив. Да, я квест-то проходил, когда он меня хотел подставить, что ли там, что-то такое с этим было связано, но в итоге его не заколбасили, он до сих пор тусует. Ладно, пойдем к хмырю, к местному бандосу. Ну, с бандосами я дружу, почему бы и нет. Они все из них плохие люди. И сдадим ему квест. Принял, что заказывали. Стальной скальпель, бензиновая зажигалка, изолента и паяльная лампа. Вы там никого? Не мучайте. Ну, ладно, я закончил диалог. Итак, в принципе, бандитов увеличилось на 200, у военных на 200 уменьшилось. Так, по мелочи у сталкеров у нас, то немножко денег, немножко патронов. Ну, я стараюсь сейчас квесты бандитов и сталкеров выполнять такие вот мелкие, чтобы там немножко плюс, там немножко плюс, там немножко плюс, там. Бандиты и сталкеры дают репутацию отрицательную. То есть, если выполняешь квесты бандитов, то бандитам плюс, а сталкерам минус и, соответственно, наоборот. Поэтому я стараюсь выполнять время от времени. Там немножко квестов от бандитов, там немножко квестов от сталкеров, там, к примеру, немножко квестов от вороньего леса, от тех же самых наемников. Давайте посмотрим мою репу. И, кстати, вот некоторые квесты есть, которые немножко больше дают, чем предыдущие, и по чуть-чуть, по чуть-чуть репутация растет. Ну вот смотрите, ну торговцы, ладно, не считай, барыги там, бандиты. Вот бандит, допустим, у меня 3600. Ну, насчет военных я вообще не парюсь, потому что военных квесты пройти как нифиг делать. Ну, поднять репу на 1000, это вообще не проблема. К примеру, наемники у меня 6. Охотники вот сейчас 310, вернее. Ученые 8 почти, да. Салкеры 4400. То есть я вот немножко там, немножко там выполняю. И какие-то квесты дают немножко больше репы, и по чуть-чуть, по чуть-чуть репутация, допустим, тех же самых бандосов и у сталкеров, она вроде как бы минусуется, да, но все равно понемножку растет. Если так выполнять вот квесты, понемножку все будет расти. И в итоге у тебя не будет минусов, не будет, а будут одни плюсы. Единственное, у меня вот белое братство, но я не хочу выполнить техни квесты. Да, они какие-то, если честно, отстойные чуваки. Что-то мутит какую-то хрень, какие-то... На группировку грех похоже. Какие-то долбанутые фанатики хуже, чем монолит. В оригинальной версии сталкера... Ох ты, скотина! Сдохни, тварь! Иди сюда! Поэтому вот с белым братством я особо не дружу. Иди сюда, скотина! Хотел меня сожрать, гаденыш. Ну, давайте его разделаем не спеша. Торопиться некуда, он здесь один. Так, ну ладно, я в принципе здесь-то как бы... Просто мимоходом, поэтому если я тут мимоходом... Ой-ё, там собак-то! Твою налево! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, а там вон трупы валяются. Ага, значит сталкер бегает. Да нет, конечно, с удовольствием... Не, ну собак столько, это, конечно, дофигища. Ну, для этих целей Наша военка российская изобрела Хорошую пушку. Называется Вал. И вот мы его берем И понемножку И понемножку отстреливаем из собак. Ну что же, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь трупов. Я думаю, это неплохо. А теперь можно и разделать. На, что ни говори, оружие у нас Выше всяких похвал. Итак, шкуры собаки. Шкуры собаки, это очень даже неплохо. Я недавно прошел этот квест У меня много хитиновых пластин А вот шкур собак и шкур кабанов Почти нету. Поэтому для прохождения следующего квеста В очередной раз Мне понадобится шкура Поэтому разделываем Дикая мне красавица На тебе Маслину, влобешник Понемножку, понемножку Вот так мы все Собакой замочим, да? Плюс мясо, мясо Я вот лоханулся Именно на Везувии Рядом с учеными Забыл, что у меня жарится мясо И все, мясо сгорело А там кусков Нехило было Около 70 кусков То есть я около 10 костов развел И костры, блин, потерял, да? Печально И мясо сырое О! А че? Че такая тишина? Я не понял Никого Бывает, что зайдешь Ну, собаки, да, там Крысы туда, сё Такое ощущение, как вот тут сталкер какой-то был Ладно, давайте посмотрим Хлам Хлам Ха-ха-ха Все, можно, точнее, смотреть Кто-то здесь недавно гулял А я смотрю, еще Вроде собака и есть, да? Там 6, 7, там 8 штук А крыс нету И всего остального Добра-то нету Ну, вот спички Шайбы Ну, спички хорошо, в принципе Пригодятся Но все равно Недавно кто-то здесь шарился И вот Хлама мало Это печально Ладно, давайте свалим отсюда А я вообще Ох-йо Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Около, около 25 крыс Смотрите, сколько Ох-о-о Это просто, это просто что-то с чем-то Так, ладно, давайте Ну, нафиг Обойдем это дело Но 30 крыс Прикольно Ну, если бы крыс можно было разделывать Ё-моё Ха-ха-ха Не, ну тут вообще, блин Семь, семь, собака У меня еще ствол незаряженный Вот, блин Идиот Ну, блин, это слишком Легко сказано Блин, ну кто бегает по зоне с незаряженным стволом Да, да, да Я потерял, конечно, мало Ну, дело не в том, что я потерял Дело в том, что меня убили Семь собак У меня был шанс их замочить У меня вал С вала это все-таки не пистолет-пулемет Это, считай, одна пуля, которая попадала в цель Это труп Особенно собаки Это гарантированный труп Но я вот побежал И забыл зарядить вал Бывает такое у меня Ё-моё Ну, а что тут сказать, сталкеры Да, тут сказать уже больше нечего Пора сталкеру баночку, наверное, на покой уже Если он такой лошара, блин Его собаки убивает И он в аномалию попадает Ну, с такой позиции выбраться вообще невозможно Да, я так чувствую Пора мне не на покой А пора мне так Дядя, из нас потерял аптечку Фельдшера Но Мне пора, наверное, сбегать К бармену, к примеру И выпить немножко водочки Ну, для нормального сталкера Ходочка должна завершаться, как говорится, водочкой Все в рифму Но это действительно Снять стресс Это нормально Ну, что же А покрепче Ё-моё 5 косарей Все-таки Стоит 5 косарей Стоит Ё-моё Блин Вот это Дороговато Так А покрепче В общем, я выпил Нехило Как вы видите Я прям вообще Бухой И вот я пойду Пьяный В зону Пьяным В зону Ходить вообще-то нельзя А я что пьяный Что трезвый Видите, я в аномалии попадаюсь Все равно Мне собаки жрут На каждом шагу Поэтому мне плевать На все Так, только давайте Вот фляжку с водой Поставим Где у меня тут Полная есть Да, вот Поставим фляжку с водой Выпьем водички Блин А где я вверх-то А, во Ё-моё Перед глазами Ничего не видно В общем, я пойду гулять Гулять по зону Да, первая Так, думаю Аномалии Вау-вау-вау-вау Да, жестко, конечно Кто бы спорил Ни хрена не видно Все в глазах двоится Ну, надо отдохнуть Я так думаю В принципе, можно расслабиться У меня никаких Основных таких заданий нет Я просто иду гуляю по зоне Просто хотел добраться До поселка Рябинушка Пособирать артефакты Ну, так получилось Что вот Ну, не везет То собаки сожрут То в аномалию попаду Блин Ну, раз не везет Так и плевать на все Поэтому я выпил И пойду пьяным по зоне Но не советую Пьяным ходить по зоне Это вообще Жесть, конечно Вау-вау-вау-вау-вау Ну, круто, конечно А я еще так быстро бегу Или, может быть, мне просто кажется Немножко в глазах двоится Но Смотрите Быстро-быстро так бегу Так, а у меня крыски с собой нет А, нет, крыски кончились Пока сюда шел Да, крыски мне все кончились Печально Ладно, сожрем кусок мяса Ну, и выпьем немножко водички Вау, где я вообще? Где я? Кто я? Не понимаю Ладно, бежим Тут осталось совсем немножко добежать Я буду на рябинушке Ха-ха, знак двоится О, знак расстрелял собаки О, нифига себе Полобоймы высадил В одну собачку Ну, если честно Крашу хоть попал О, собака двоится О, заколбасил тоже ее Блин, а патронов-то мало осталось Сейчас еще кого-нибудь встречу Придется Здоровейка Кого-нибудь колбасить Ладно Бежим понемножку Осталось буквально чуть-чуть Я дойду до базы До базы Рябинушка Ну, в принципе, домик Небольшая база Ну, там и доктор сидит Там и патронов можно прикупить Вот еще одна собачка На, получи свинца Ха-ха-ха Нормально Так, ну что Осталось немножко Блин, я до сих пор пьяный Вот это я накатил у бармена Нехило-нихило Блин, патронов сто штук всего осталось Даже на минимальный бой не хватит Ладно Пока живем Если что, давайте все-таки поставим Дробовик А то, когда пьяный Вечно Что, мы всех порвем, да В итоге все патроны Нормально потратишь И ничего не получится Ну что Я почти дошел до Рябинушки Тут уже спокойно Но у меня до сих пор штормит До сих пор алкоголь действует Ну, будем надеяться Я тут найду пару Тройку артефактов Хороших И у меня все это окупят Патроны И т.д. и т.п. Ну, у меня на базе Конечно, еще патры лежат Ну, это На гурмане До гурмана еще дойти нужно Кто бы спорил Так, ладно Все Я на рябинушке Ну что, пойдем По аномалиям Пробежимся Да, конечно В таком состоянии По аномалиям бегать Это категорически запрещено Но мне же пофигу Я пьяный Поэтому погнали Мы просто пробежимся Особо не будем выделываться Ну, а может что найдем Вдруг повезет Как говорится Дуракам везет И пьяным А я пьяный Всегда дурак Поэтому мне должно везти Вдвойне Ну что же Побежали Побежали Посмотрим Аномалия Где тут Не сильно бьет Как говорил Вану Обойдем Обойдем Блин, да боится Так вообще в глазах Ну, понятное дело Не в глазах Но все же Все же Все же Все же Так Опа Стопэ О, костер Давайте подберем Что тут Не аномалий Ничего нет А почему Все валяется Давайте Вот так вот Подберем Сразу полностью Все Так, ну что Давайте добежим До точки сохранения Которая находится Чуть дальше Я все равно На гурмана Собираюсь Мне надо патроны Взять Потом Там В общем За патроны Бегу Да Патроны Кончились Что-то пришлось Потратиться Ну а там посмотрим Побегаем Может быть И артефакты Какие найдем Так Что у нас тут Аномалии Обойдем 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 Так Так Ого Как все шатается Дома Прям как живые Туда Сюда Туда Сюда Так С этой стороны Обойдем Ну что Здесь пусто Вот А тут я попал В аномалию Но я с нее выберусь Здесь пусто Я не нашел Ни одного артефакта Пойдем дальше Здесь сейчас У нас Химические аномалии В принципе Сет Хорват Неплохо защищает Я так думаю Чуть выше Среднего Чем Как бы Стандартные костюмы Которые не предназначены Для защиты От Именно Химических аномалий Вот В общем Он чуть лучше Чем они защищают Поэтому В нем Очень даже Неплохо Бегать По химаномалии Я так думаю Нужно На тунгус Бегать И как раз Потестировать Этот костюм Так Ну что Здесь пусто Пусто Это плохо Давайте Пойдем дальше Перейдем Сейчас на ту сторону На тот берег Блин Я до сих пор Бухой Мне перед глазами Боится Как я вообще Выжил В аномальной зоне Добежал От ЛВЗ Бывает Трезвым Не дойдешь Вот именно До От ЛВЗ Вот До рябинушки А тут Блин Бухой Блин И дошел А может быть Всегда надо 100-200 грамм Выпивать У бармена И вперед Как говорится Пьяному морю По колено Может быть Пьяному И зона По колено Но нет Конечно Это мне Просто Скорее всего Повезло Ладно Давайте Обойдем Эту аномалию Так Блин Все нормально Ё-моё Надо Антират Кольнуть Тебе Водка Конечно Помогает От радиации Но не настолько Чтобы Можно было Бегать Прямо Блин Я короче Заблудился Действительно В глазах Двоица Эффект Прямо Передан В принципе Не идеально Но хорошо Эффект Пьяного Человека Вот именно Неплохо Блин Смотрите Я в принципе Иду По химической Аномалии Ну да У меня Пол хп Упало Но Если бы я был К примеру В фуле Бандита В котором Я бегал В последнее время У меня бы Эта аномалия Тупо Убила бы Я бы там Умер А вот Смотрите В Хорватии Прошел Очень даже Неплохо Блин Когда у меня Алкогольный Это Опьянение Закончится В глазах Вот это Двоица Надоело Уже Когда будет Четкость Картинки Так Ладно Все Это Мелочи Мы Бежим Сейчас По Этому Берегу Реки И здесь Вполне Возможно Что-нибудь Найдем Хочу Хочу резиночку Бета Даже Две Две штуки Прям Было бы Было бы Кайфово Давай Бежим 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 Не спеша Кидай Камушек Ну что-то Пусто Нету Нету Опа Нет Есть Артефакт Ха-ха-ха Резиночка Ты моя родненькая Ну-ка Давай-ка Не понял А Вот она Ну-ка Давай-ка Бета Резина Давай Родная Покажись Ну Ну А Резина Бета Угадал Просто Супер Супер В Ну-ка Еще Еще Одна Ха-ха-ха Ах Сталкер Ну тебе Определенно Сегодня Везет Тебе Может быть Почаще Бухать Надо Мозг Расслаблять Да Ладно Давайте Посмотрим Будем надеяться Что это Тоже Бета Резинка Ну О-о-о-о Резина Бета А куда же мне их класть Мне скоро их класть Некуда будет Ладно Главное найти Покласть Мы Найдем Куда Итак Две резины Беты Нашел Вполне Возможно Начался Респ Резины Два Артефакта Это уже О чем-то Говорит Так Поэтому Нам нужно Перебраться На тот берег Перебраться К ученым Ну В домик К финну Немножко Потусовать Там И Побегать По тому И по другому Берегу Потому что Два артефакта Это уже Что-то значит Погнали Ну Отлично Два арта У меня есть Это хорошо Так А вот зря Здесь пошел Я же здесь Не пройду Же Сдохну Тут Ран Блин Ё-моё Сталкер Лошара Ты полная Ну вот Наконец-то Пьяная Пьяный эффект Прошел Вот именно У персонажа Теперь у меня Все четко видно И я могу Пройти Ну вот Начался Эффект Удушения И мне Наверное Не хватит здоровья Чтобы дойти до конца А хотя Нет Смотрите Смотрите Я дохожу Опа У меня Подужек Почему-то Нет Да Подушки Я же скинул На Везувию У меня были Две подушки Которые ХП Подымают А я Последнее время С подушками Частенько Бегаю Удобно Если Добегая до базы Продаю их Если нет То Так Так Ну что же Давайте Сориентируемся Аптечка У меня Есть У меня Нет Антирада Мне Нужно Купить Антирад Но У меня Нету Денег У меня Вроде Есть Артефакт Да Но Всего Лишь Пять Тысяч Денег А это Плохо Так А что это У меня Ха-ха Так Эйболид Давай Короче Мне Это Антирад Все Вали отсюда Погнали Пока Другие Сталкеры Все Это Дело Не Прочухали Давайте Пробежимся Именно По Химическим Аномалиям Ну Я Знаю Где Они Находятся Поэтому Мы Туда И Пойдем Нет Я Не Хотел Сверху Смотреть Давайте Мы Чисто Понизу Пробежимся Да Посмотрим Вот Именно Эти Химические Аномалии Если Будет Артефакт Его Детектор Засекет Все Остальное Нам Не Нужно Может Какие То И Другие Арты Мы Можем Засечь Блин У меня Глаз Не Хватает Чтобы Смотреть Туда И Сюда Во Все Бывает Я Иногда Пропускаю Артефакты В записи Конечно После Можно Посмотреть Там Иногда Бывает Пропускаю Арты И Видно На записи Что Пропустил Но Когда Бегаешь По Полю Аномалий Приходится Смотреть И на Аномалии И на Самого Персонажа И на Детектор Аномалий И на Детектор Здоровья То есть Понимаете Столько Глаз У меня Нет О Древесина Пуля Все Столько Нам Не Нужно Вот У меня Столько Глаз Нет И Поэтому Бывает Да Иногда Пропускаешь Какие-то Точки На Детекторе Которые Показывают Нам Артефакты Ну Блин Реально Был Б У меня Четыре Глаза Было Круто Но К Сожалению Может быть К счастью У человека Всего лишь Два Глаза Поэтому Не всегда Можно увидеть Все Так Ладно Здесь мы Пробежали Вроде Ничего Нету Давайте Пробежимся Сейчас Вот здесь По Аномальным Полям Меня Интересуют Именно Химические Аномалии Потому что Вполне Возможно Еще Пару Тройку Резин Я найду А резина Это В принципе Неплохие Деньги Если Что У меня Всего Лишь Пять Тысяч Какие Пять Тысяч У меня Вообще Денег Нет Двести Двадцать Один Рубль Ну Да Потому что Все Сейчас Трачу На Квестовые Предметы Именно На Предметы Которые Нужны По Прохождению Квеста Ну И Недавно Купил Еще СП Пятых Себе Не Все Как бы Нормально Если Не Квесты Которые Нужны Не Все Предметы Соберешь Квестовые Которые Нужны Для Прохождения Какие Приходится Покупать Ну Если Честно Большинство Предметов Приходится Покупать Где То Примерно Около Шетидести Процентов Приходится Покупать А Около Допустим Сорока Процентов Ты Находишь И То Не Факт Найдешь Ты Найдешь Это Еще Не Сто Процентов А Купить В принципе Можно Все И Соответственно Все В основном Деньги Когда Проходишь Какой-то Глобальный Квест Большой Да Все Свои Деньги Ты Тратишь Именно На Предметы Для Квеста Сейчас Я Прохожу Загадки И Соответственно Все Трачу На Них Как говорят Потом Награда Будет Нехилая Я В Кой-то Веке Наверное Куплю себе Прем Аккаунт Никогда Его Не Покупал Только Получал Только Праздничные Но Если Я В итоге Завершу Этот Квест И Буду Его Сдавать Я Наверное Немного Потрачиваюсь В принципе Можно Это Сделать И Куплю Себе Трехкратный Премиум Чтобы Уже Получить Нормально Ладно Сейчас Нам Не до Этого Вроде Ничего Здесь Нет Давайте По тому Берегу Еще Пробежимся Но Два Артефакта Это В принципе Ну Если честно Баловат Хочу Еще Два Хочу Еще Два Найти Ну Пусть Даже Будет Это Альфа Резины Плевать Главное Сам Процесс Поднятие Артефактов А какой Артефакт Это уже Не важно Так Ладно Ну вот Я опять На этой стороне По той стороне Пробежался Вроде Ничего Нет Но Как вы Видели Там Сталкеры Тоже Бегали Не я Один Такой Умный Многие Тут бегают Все Ищут Все Собирают Будем Надеяться Повезет Я так Думаю Нужно На вышку Потом Рвануть Там По дороге Еще есть Пару Пару Тройку Химических Полей Да Попробуем Там Пробежаться Может быть Повезет Еще Что-нибудь Найдем Ладно Бежим Пока Опа Опа Артефактик Ну что же Смотрите Опять На этом Аномальном Поле Вот Кстати Для Сталкеров Опа Пропал А Не Появился Для Сталкеров Кто Хочет Найти Более Менее Хороший Артефакт Бегите Сюда Здесь Частейка Можно Найти Хороший Арт Ту 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 Самую Резину Ну вот Резина Альфа К примеру Это место Очень Хорошее Я вот Насколько Себя Помню Всегда Резины Когда мне Нужны Были Я всегда Бежал Сюда Потому что Я знал Рано или Поздно Здесь Резину Я найду Ну что же Две Бета И Одна Альфа Резина Пока Давай Ка Еще Багам Резину Для Полного Счастья И Я Был Полностью Доволен Пока 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 Нет Не Вижу Я Знаю Еще Пару Места Где Есть Химические Аномалии Чуть Дальше Как Раз Я Все Равно Планиру Сейчас Идти На Вышку Так Облучение Облучение У меня 300 Конечно По химическим Аномалиям Бегать Так Ну что Можно пройти Через Мишку Может быть И мишку Заколбасим Да Почему бы Нет Давайте Только Я думаю Разведем Костер Немножко Отдохнем Немножко Сбросим Радиацию В общем Отдохнем Немного Да И потом Пойдем дальше Вон Впереди Химические Аномалии Там Что-нибудь Там Может быть Найдем Интересное Ну Я Если честно Доволен Три Артефакта Пойдет Иди Сюда Кусок Мясо Мясо Нельзя 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 Их Нужно Оставить На всякий Случай Вдруг Встретится Медведь Медведя Мне нравится Свалы Последнее Время Убивать Милое Дело Так Ну что Мясо Пожарилось Немножко Я отдохнул Сил Получил Давайте Подтушим Костер Так как А вдруг Пожар Будет И пробежимся По химическим Аномалиям Может Че Найдем О Уже Нашли Плады Шиповника Неплохо Неплохо Побежали Дальше Медведя Медведя Я тут Давно Не встречал В последнее время Медведя Я только Убиваю На Аэропорту А раньше Частенько Я за Мишками Приходил Именно Вот сюда Именно В это место На локацию Везуви Тут прям Любил Их убивать А сейчас Че-то прям Как-то Грустновато Стало Нету Мишек Ну или Просто Мне Они не Встречаются Давайте Дробовик Все-таки Экипируем А у меня Дробовик Экипируем Все нормально Так Ладно Потому что Все-таки Навал Патронов Мало Осталось Нужно До базы Добежать И только Потом Они Вот Кстати Я бегу Именно По химическим Аномалиям Ах ты Стоять Как же Сталкер Ты с Незаряженным Стволом Бегаешь В общем Упустил Ты кабана Ну да Ладно Да Вот почему-то У меня Мах-10 Был Незаряжен Да Е-мое Дохни Нифига Не хочешь Опять Ствол Незаряжен Я вот Когда-нибудь Вот такой Вот На стигню Попаду Очень крепко Крепко Меня убьют Прям И навсегда Вот так Знаете Вот Бывает Просто убивают Убивают Вот так Вот эпично Убили Такое ощущение Как будто Все Ты умер Навсегда И больше Тут не появишься Никогда Да Бывает у меня Такое Я Забуду Зарядить Ствол Забуду Там Что-то Еще Найти Там Посмотреть Блин Бывает Бывает Особенно Последнее Время Бывает Слишком Стал Я Невнимателен Слишком Расслабился Просто Кажется Что Аномальные Зоны Твой Родной Дом Ну Соответственно Ты по своему дому Ходишь Не спеша Расслабленно То есть Все Твое Оказывается Не все Твое Тут есть И мутанты И злые ПКшники И злобные Аномалии Которые Тебя могут Убить На каждом Шагу И поэтому Нужно Быть Всегда Аккуратным Блин Да Е-мое Сталкер Ты опять Не зарядил Ствол Опять Бегаешь Не заряженным Стволом Чувству Мне нужно Идти На локацию Любич К этим Всяким Персонажам Которые Новичков Стажируют И проходить У них Стажировку Чтобы они Мне Обучили Как ствол Заряжать Как Обнаружить Обномалии Как убивать Щенков И только После Сдачи Всех Экзаменов Уже Опять Можно будет Отправляться В зону А что-то Если честно Я в последнее Время Расслабился Это да Это да Ладно Вроде бежим Туда Куда я планировал По аномальным полям Но как вы видите Они активные Сталкеры тут бегают И артефактов Нема Ладно Я бегу В сторону Очередной раз Перезарядился Нормально Я бегу В сторону Вышки Базы Сталкеров И планирую Там Немножко Отдохнуть Так Давайте Оружие Заряжено Да ладно Неужели Я сам себе Удивился Я ствол свой Зарядил Вот это да Так Кто-то кабана Убил Но не раздел Ну давайте Разделаем Так как разделка У меня прокачана По максимуму И вполне возможно Выпадет шкура Для следующего Квеста Как раз Насобираю Ладно Выключаем Детектор Выбегаем На прямую Дорогу Тут в принципе Больше ничего Такого интересного Нету Хотя нет Впереди Есть еще Аномалии Как это Ничего интересного Нету Ну вот Птички Чирикуют О Кстати Химически Она Малее Ну ладно Я три резинки Нашел Я в принципе Доволен Входочка Не такая же Большая Была Так Я планировал Чисто побегать Знаете Как говорится От души Просто Вот Для удовольствия Походить Побродить По зоне Там Подышать Радиоактивным Воздухом Ну и По дороге Нашел Три артефакта Так Вроде Все Одиночки Ладно Бегу я На вышку Пора Уже Отдыхать Тем более Скоро Вечер Уже Время Шесть часов Вечера В зоне Выброса Пепла Нет Но уже Вечереет Уже Темнеет Соответственно Скоро Будет Ночь Вообще Опять Ничего Видно Не будет А если Еще Пойдет Выброс Пепла То Видно Ничего Не будет Совершенно Даже На расстоянии Вытянуты руки Поэтому В это время Лучше Тусовать На базе Хотя В такое Время Кстати Самые нормальные Артефакты Находятся А так как Здесь есть Парочку Аномальных Полей Рядом Именно С базой Вышка То Можно Пробежаться Почему бы Нет Ну да ладно Все Я сохранился Так Ну что Продавать арты Я наверное Не буду Ну да Арты Пусть Лежат Я их продам Наверное Ученым Резина Бета И бета Еще Да Я лучше Продам Ученым А там Посмотрим На этом Все Сталкеры Я пожелаю Всем удачи В соне Пожелаю Вам Побольше Хабара Поменьше ПКшников Ну и конечно Всем вам Здоровья Пока